Сдали тебя, господа профессора, с потрохами. Ректора, профессор, все сдали. Я только у баркасников не спрашивал. Простите, что отрывал... Вы что? Если честно, вы меня обманывали все это время. Действительно. Вы прекрасно знали, что в стационарной оранжерии растет савиньон. Да не, Женя, не видел я вашего савиньона или как его там. Такой... Послушайте, зачем вам меня обманывать? Я все знаю. Вы с ректорами в сговоре. В лаборатории профессора устроили самую настоящую винокурню. Да у вас тут целый подпольный бизнес. Ой, да ладно тебе. Ну, этого уж слишком. Ну да, делаем винишко помаленьку, но только для себя. Честное слово. Как не стыдно. Вас что, не волнует репутация университета? А вас давно пора сообщить по доследу. Мы же ничего противозаконного не делаем. Откройте, пожалуйста, ворота вооружения. Конечно, конечно. Без проблем. Сию минуту. Давай, давай, топай. Это неужели, говорит, студенты не догадываются? Студенты о вине не догадываются? Да я думаю, студенты у него, как говорится, на этом... На лёгкой прикормке, по стакарке в день. Чтобы студенты и не догадались о вине. Что-нибудь так, об алкоголе поблизости? Не смешите мои тапочки. Трезвый студент это... Я не знаю. Это что-то ненормальное. Пожалуйста, не беспокойтесь. Хотите сколько хотите. Просто хотел сказать, я вообще-то не обманщик, частное слово. Не, милят, ну я и... И о чести университета надо подумать, и начальству уважать. Ага. Вот, и делаю, что могу. Он же понимал, не беспокойся. Спасибо за вам, Мисс. Иди, иди, подневольный ты наш. Ну пошли, наковыряем виноградом. Ага, музыка заиграл. Отлично. Маленькая оранжерея за. Вполне все адекватные березовые рощицы. Конечно, это оранжерея. А вот и виноград. Оранжерея, блин. Серьезно, тропические условия. Че он там про Аль поговорил? Да. А вы, святоть, тот еще. Балабол. Оранжерея, блин. Полтора кустик. Учат два с половиной инстит... Как это? В университете учатся два с половиной студента и выращиваются полтора кустика. Чтобы сделать одну целую восемь десятых бутылки минат. Мелко мыслите, экспода. Мелко мыслите. Такого университета, какие... Как там... Вы, Грекиса, не предводить... Предводить, как там, гигант мысли. Отец русской демократии. Такие мелкоуголовнические нахловности. Так. Держите. Птички. Вот вам ягодки и катитесь нахрен отсюда. Отвернулось. Типа не показывать. А. О, алкаш не рвануло. За бухлом. Ага, ягодки две, а птички три. Кто-то останется. Ох, набухались, сволочи. Все. На трек соображают. Эти, считай, потеряны. Ну и что же у нас тут? А тут у нас симпатичная квадратурная попка Кейт карабкается наверх. Как там эта игрушка-то называлась? Про девочку слепую, какого-то там робота, на чью задницу любовался весь интернет год назад или сколько-то там. Вот этому бы человеку доверить эту игру. Он бы Кейт такую фигуру сделал. Люб дорог был бы смотреть, как она по лестнице карабкается. А, не достали. Понятно. То есть, эту хорень починить не получится, да? Так, ну ясно. Кажется, я понял, как надо оркестр починить. Я уже давно как бы отчасти понял, отчасти вспомнил. Блин, как же этот персонаж звали? Черт, в лицо с башки. Короче, какой-то робот, который сверкал своими труселями и своей офигенно, охрененно проработанной попой, лазая по таким лестницам и так далее. Так, дальше. Мы движемся к концу данной локации. Мисс, можно вас на минутку? А что только на минутку? Что? Но, понимая... Я очень тронуто. Большое спасибо. Счастливого пути, мисс. Спасибо. Фигаси. Взятку дали. Эх. Ну, все. Я только прижучить хотел всю эту компашку, а теперь у меня взятка есть. Ну, хо-хо-хо-хо. Печально. Так. Давайте посмотрим, что тут поломалось и что тут можно сделать. А. А, стой-той-той-той-той-той-той. Так, ну тут ясно. Яйцо. Г, логика. В чем такие сложности? Хотя, учитывая, что они все инструкции потеряли, слава богу, что выключение оставили. Оставили бы они бы его профукали. Так, яйца достать несложно. Вай. А, все, что ли? Чисто за рычаг дерут? Это мощно. Да уж. Человек, который мог бы создавать такие автоматы, реально мог считаться гением. Сейчас-то, по-моему, робот на такое не способен. Вроде бы. Если бы такой Ганс Форальберг существовал, любая какая-нибудь мастерская с руками бы, как говорится, оторвала. Так, это мы починили. Отлично, отлично. Из минусов одновременно играет музыка, которую исполняет оркестр, и основная музыка. Основная мелодия. Блин, неправильно. Получается наслаивание. Не очень хорошо. Так. Пошли к ректорам. Так. Ректорат, 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 ректорат. Электорат. господи скучно дров чтоб протопить это помещение прошу прощения за беспокойство господа я починил и ваш архестр до 8 новая игра отличные новости очень-очень благодарными тогда благодарны будем всегда рады видеть вас я не дала теперь наша очередь держать слово сколько вы хотите мидс 100 долларов если это вас не трудит я никак не могу понять мы согласны выплатить вам вышеозначенную сумму теперь можете спокойно уезжать 100 долларов нифига сентом кстати когда вы собираетесь уехать да потому что поезд нужно убрать как можно скорее что ты мы за уже идите ведь пейте чай 100 баксов и с них баксов 300 запросил за такое чудо техники блин какой там баксов 300 я понятиями как уж там курс доллара ну за такую починку с другой стороны чем мы сделали большом счет профессор вы мне звонить не собираетесь от учет как-то это ланит ладно пойдем решим вопрос с боржой то есть мы сейчас сначала получается утащим боржу а потом он нам позвонит идти на лекцию туда-сюда бегать не прикольно ну ладно с другой стороны вот за газонами тут ухаживают и фонари в полном порядке так пошли не взялась с тобой с собой столько денег нету сюда не там кофточки за 200 баксов покупают при этом у нее нет с собой 100 долларов чушь и это даже не смешно получите распишитесь господа и дамы вот ваши деньги я пересчитала ровно 100 кидай спасибо это уехали спасибо вы легко достать доллар вы настоящие бизнес леди а ну я здесь не одна такая и рад работать с вами теперь вы открыть шлюз или вы не можем помогать а почему вы сами с ними не справились в конце концов на это большого ума не надо но ворвать венцирую жестов и клайна мадом но сэсэ и маралэш нонку преддов и на лора капот и на берри бордель зилтва он был телефон герен капот капот мой муж говорит инструкция сложный не понимать руководство мой муж сердит и очень сердит а теперь телефон сломаться ну хватит и что вы собираетесь делать дальше мы ждать починить так а у меня нет времени жду я пойду и сама посмотрю должен быть какой-то способ открыть и шлюзу вот так хорошо она его поймает или он на пол бросить интересно пока все так бросил вниз не стал чего заморачиваться с прорисовкой все это действие но только стран даже правильно так ладно кличек все внутренний карман ну пойдемте инструкция сложный так как скрипичная пилика не слышно даже отсюда я как-то понимаю почему этот оркестр сломался благодарные студенты наверно опа лекция мама я вчера видела потрясающую шубку и сразу вспомнила о тебе ты там тепло одеваешься эти иностранцы совершенно не умеют одеваться по ходу а да точно ты у меня такая заботливая со мной все в порядке правда путешествую с ветерком все хорошо правда вот так когда ты вернешь френд смерть как хочет с тобой познакомиться спел он пригласил меня на благотворительный концерт инстаграм не сомневаюсь вам не знаю не знаю игрушка там какого 2000 2000 года 15 лишь почти 20 лет прошло а не постарел не на день ну ладно шучу многие современные геймеры скажут фу что за фигня и пойдут лесом с этим мнением игрушка классно ты ну шо давайте открывать пекли чик чик чирик 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 а че там надо было 24 так вот там на позвонить забыл уже а я записал секундочку секундочку выпустит и меня так были я туда Так, пробуем так позвонить Что там было? 2766 742 Так, что ж там надо было? Здравствуйте, центр управления шлюжами восточного округа Чтобы начать работу, нажмите решетку Так, сначала решетка Если вы используете гатенбургский шлют, нажмите 1 Решетка 4 Если вы хотите поднять уровень воды, нажмите 1 Если вы хотите снизить уровень воды, нажмите 1 Будет для подтверждения команды, нажмите звездочком Ваш запуск Так, решетка 4 Да Их что, позвать что ли надо? Да не прикалываются На низком старте должна, блин, стоять Интересно, ее мама как-то говорила про милый маленький Она про что, про нос хотела сказать? Ай, пошли кинем Ну и что, сидим? Я для кого там шлюз открывал? Айда, поехали Хорош, тормози Эй, там Мой муж говорит Ну вот, я выяснила, как работают эти шлюзы Заводите лодку в шлюз И я запущу механизм Что сказал ваш муж? Вы торопитесь, а вы торопитесь плыть дальше Ладно, ладно, встретимся с другой стороны, у поезда, хорошо? Так А под мостом проползет? По-моему, нет Хе-хе, к слову сказать Вы обратили внимание? Антенна у этой лодки под мостом точно не проплывала Не проходила Блин, то что от поезда ковырять придется так далеко На лекцию у этого профессора Это не очень прикольно Мягко говоря Так Так 4, 1 Вот так Хм, клевая тема, надо признать Так Оставим ключ здесь Мало ли, может кому пригодится Один хрен все зажжавевшее Так Давай-давай-давай, Кейт, не тупи Шустренько, шустренько Фикс Что скажете? Эй, на борту Там там Боржа на той стороне Вы нас еще хотели? Ну, как бы, да Путешествие при... О, прости Мо... Кони Так, что за вы прошли? Теперь пора выполнять вашу часть сделки Мой муж говорит Мой муж говорит, вы идти поезд, привязать цепь, тогда боржа тянут Хорошо Хорошо, сейчас сделаю А... А как на... Маглазера так, а так Ну, как он, как он, как он Что сказал ваш муж? Вы взять цепь И цепь тащить поезд Кажется А, вон, он должен кинуть А, крюк Да, крюк Давай, Кейт Смогешь поднять эту цепочку? Эм... Ну, ладно Пусть так А, сейчас поставим точно туда, куда надо, да? Хе-хе-хе Это смешно Тут же хирургическая точность должна быть Хотя, наверное, Оскар там как-то подтормозил Нужным способом Так Профессор, вы мне звоните Собирайтесь? Или вы забыли про меня? Вы учтите, я за эту фигурку вам усы оторву В буквальном смысле слова Как-то тут все... О, а вот и профессор, я так понимаю, да? Алло Кейт Уолкер Телефон Мисс Уолкер Это профессор Я скоро начну лекцию о юколах Не опоздайте Хорошо, постараюсь Не, блин, вы серьезно? Мы собираемся в главной аудитории На встречу То есть мне нужно было добежать сюда? Да? Серьезно? И только после И потом бежать обратно Ну, вот Чувак Как там? Кто там создатель этой игры? Вот С чувством юмора у тебя все хорошо Все просто замечательно, блин Ну, вот и все И снова ваша станция на долгие годы останется без поездов Почему? На долгие-долгие годы Одна-единственная ветка Никакого разворотного кольца Ой, блин У понтов-то поезда Должны приезжать и уезжать Какие поезда, блин? Когда на этой станции Вообще последний раз поезд был Да любой паровоз, который бы сюда приехал Эту птичью фабрику Был бы уничтожил разом Просто одним своим Выдохом, блин Просто убил бы всю местную экологию К черту бабушки Ну, кто знает, как паровозы дымят, да? У них там Такой, извините, идет Выброс Выхлопов Ой Починил он свою голову Эту пилипу А чувак все так и страдает от сперматоксикоза Стоит тут Болт стоит Давать некому Ну, пошли Послушаем Лекцию Профессора Про юхолов И все, чтобы Столько времени Просто, чтобы добраться Из точки А в точку Б Здравствуйте Здорово Профессора Заходите Присаживайтесь Ой, целый студент Мне не терпится Начать лекцию Потому что вот эта Спящая полежка На третьем ряду Было здесь До вас Профессор, у вас целый студент А, нет Раз, два Четыре студента И те же пассатижи Ладно, все Дорогие друзья Всего несколько часов назад Я и думать не мог Что в мои руки попадет реликвия Который позволит мне завершить Наконец Изучение Таинственного племени Юхолы Свет, пожалуйста, дайте Кто такие Юхолы? Юхолы Это одна из народностей Крайнего Севера Которая известна Очень важна Живут они очень далеко У северных границ С Сибири Удаленность от цивилизации Которые суровые климатические условия Привели к сильному сокращению численности Эти несколько слайдов Является по существу Единственным достоверным материалом Который имеется в нашем историале Что? Да Один русский исследователь Выполнил эти рисунки И отснял фотографии Около 100 лет назад Именно ему мы обязаны Нашими знаниями о Юхолах и их культуре Насколько нам известно Корни Юхолов уходят К последнему ледникову Интересно, что Следы их пребывания Обнаружены в Западной Европе А точнее в центре Акции За последующие столетия Этому народу пришлось проделать Долгий путь до краины севера Их последнего места Объекта Причиной их миграции Была сильная зависимость от мамонта Мамонты использовались Как верховые и грузовые животные Служили источником мяса, шкур, жира и слоновой козы Не вызывает сомнения, что Юхолы находились с мамонтами Во взаимовыгодном симбиозе Когда ледник начал отступать Мамонты стали эмигрировать на север А вместе с ними Откочевали и ледник Я покажу водичку с того Да, исторически Наскальные рисунки Приписываемые Юхолом Первыми натолкнули меня на мысль Что этот народ как-то ухитрился приручить мамонту Насколько нам известно Это единственное доисторическое племя Среди рисунков которого Встречается изображение мамонта С наездником на спине Сегодня, благодаря этой подлинной фигурке И шкуры мамонта Которую я датирую и верхним неолитом Я нашел подтверждение своей депутаты Предки Юхола действительно умели приручать мамонтов Доисторический человек Не обладал буйной фантазией Он изображал лишь то, что любил Эта фигурка всего лишь детская игрушка Перестанет на бродяга Как мы выяснили Существование Юхолов Было напрямую связано с мамонтами Из шкур мамонтов Шили одежду Их использовали и как строительный материал для снежин Из бивни изготовляли инструменты, оружие и украшения Известно, что исчезновение мамонтов Около 12 тысяч лет назад Мне сразу сказалось на выхе Юхолы Похоже, что этот народ И в дальнейшем существовал за счет мамонтов Невероятно, но вплоть до начала нашего века Юхолы все так же продолжали использовать шкуры и мясо мамонтов Да и обработка мамонтовой кости С веками не прекратилась Примесите, пожалуйста, чай в саду Данный факт можно объяснить тем Что Юхолы нашли способ Использовать замерзшие суши мамонтов Которые вы забили мете-накраденцы Предположение, что они прожили таким образом Более трех тысяч лет Может показаться правдоподобным Однако для научного сообщества Которое, признавис, не слишком продвинулось В этом запутном вопросе Такое объяснение не является достаточно В связи с отсутствием достоверных научных данных Нам приходится строить гипотезы Основываясь на памятниках материальной культуры Юхолы Впрочем, исследовательский отдел Который я имею честь представлять На данный момент полностью убежден Что все эти легенды не имеют под собой реальной основы Это не более чем средством скоротать долгие полярные ночи Хорошим примером подобных историй Служит миф о слоновом ковчеге Изложенный в брошюре, которую вы все получили Авторитар Благодарю вас, милые Спасибо Да, я тебе Спасибо Согласно этой легенде Где-то на засеянном острове Усеянном побережье Сидели до сих пор сейчас Вот за руками Ну, то это Ахуенно, безусловно Ах, так не мешай Такой вот нежиток ледникового периода Да Небольшая популяция чудесным образом Выжила и просуществовала Голи-горя Работки ледового В более 12 тысяч Остров, на котором якобы живут Эти-то истагистры Сидели Называется Сидели Друзья, я призываю вас не поддавать Успешения и не верить Вся эта штука Острова Сидели Нет ни на одной карте А сама идея, что мамонты Могли даже и до наших дней Это полностью обстоит Да Юхолы, к сожалению Я продолжаю Юхолы, к сожалению Стали первыми жертвами Колонизации Центральной Сидели Которую проводили русские В 20-м году Массовая коллективизация В 30-е годы Не говоря уже о тех лишениях И притеснениях Которые пришлось Выкрутить Юхолам Прервали их древние Культурные традиции Юншие, если вы не прекратите Роговорить, я вас верю После падения Коммунистического режима Этому народу пришлось Столкнуться с теми же Политическими и социальными Проблемами Что и остальном Населении Сидели В результате Часть Юхолов Отказалась От своих нетрадиционных Камей И полностью Обрусила Другая часть Пытается Возродить Древнюю культуру Забытую За годы Советской власти В начале 21-го века Остатки племени Юхолов Вернулись На земли Прямо Где они Обитают Теперь И какова их Дальнейшая Судьба Никого не Измен Само их Существование Оставалось бы Недоказанным Если бы Время От времени Их не встречали В отдаленных Поселениях Сидельской Тундры Где они Выменивают Нужные товары На Дивни Мамы Вот собственно И все Да На сегодня Все Благодарю за внимание Мишолки Пожалуйста Зайдите ко мне В лабораторию Я верну вам Вашу фигурку Вы там найдете И фотокопию Материалов Комлекции Если вас Это заинтересует Это уже я Зеваю Непонятно Со звуком Иногда Ну вы слышали Да в диалоге Опять на одной На одном моменте Просел звук Ну тут О Кейт проснулся Да Да уж Было бы интересно Чувак Я тут Смотрю Вечная Экебана Да Такой Как это Артефакт Этой Аудитории Как это Блин Символ Нет Блин Да как же Это Талисман Талисман Вот как У футбольных Команд Это Талисман Этой Аудиторию Он тут все время Спит Не обращайте внимания Он здесь всегда был Есть и будет Э Ну что Где тут Эх Вот так вот Юкола Юколы Такие вот Юколы Профессор Отдайте Мамонта Профессор Это я Я пришла Забрать Куклу Кукла Вас ждет И Сволка Пожалуйста Берегите Отош Не беспокоит Я и сама Начала К ней Привязываться А можно Вас еще Немного Побеспокоить О чём Да Конечно Да Что ты хочешь Поздравляю вас С великолепной Лекцией Вы были Правы Я и не Подозревала Что Мамонты Это Так Интересно Да А ведь Вы познакомились Детонька Только С верхушкой Айсбергом Да Впрочем Если я пробудил Вас интерес К палеонтологии Мне не чем гордиться Да А Ганс Фуральберг Соглашался С вашей гипотезой Насчет Приручения Мамонта Ну Ганс Ведь не был Учен Он был Помешан На идее Найти Живых Мамонтов Но Несколько Черезчего Согласитесь Вы Не верите Что Мамонты Могли Выжить Мамонты Я уж не буду Вам больше Надоедать Надеюсь Я не слишком Вам помешала Как вы говорите А Нет 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 Несколько Девочки Несколько Так Это у нас Мамонтенок А Вот это А вот Эта вот Часть Вот это Видимо И есть Тот самый Аппарат Смогу наварить Не знаю Почему Просто Она скрыта От меня За лампочкой Давайте почитаем Легенда Слонового Ковчега Глобальное потепление Положило конец Последнему Леникову Периоду Резкий изменение Климта Поставило под угрозу Существование Множество Видов животных В том числе Мамонтов Населяющих Крайний север Сибири Говорят Что племя Юколов Решило Последовать Примеру Ной И построить Огромный Ковчег Чтобы попытаться Сохранить Последних Мамонтов Жизнь Этого народа Была тесно Связана С толстокожими Гигантами Которым Юколы Поклонялись И которых Считали Своими Покровителями Корабль Были бы Полностью Построен Из бивней Мамонтов На борт Было взято Небольшой Стадо Животных И огромное Количество Корма Управление Судом Доверили Нескольким Бесстрашным Кланам Их целью Была доставка Мамонтов В другие Покрывшему Корабль Вожди Сочли Это Знаком Богов И повелели Сесть Мамонтов На торжественном Перу Недели Позже Ковчег Течения Вновь Унесло В плавание И снова Полвека Спустя Он вернулся Без единой Души На борту Но с Еще Несколькими Хорошо Сохранившимися Замороженными Тушами Мамонтов Это волшебство Продолжалось Тысячелетия Раз за разом Принося Из ниоткуда Туши Мамонтов Иколы Полагали Это Даром От своих Собратьев Считавшихся Погибшими В результате Неизвестного Несчастья Случившегося Во время Первого Путешествия Ковчега Они верили Что души Погибших Нашли Успокоение На сказочном Острове Который Нашаман Называл Сибири Это Поверие Дало Рождение Новой Религии С ритуалами И обычаями Которые Поддерживались Периодическими Явлениями Призрачного Ковчега Несущего Свой Драгоценный Груз На протяжении Веков Ничто Не менялось В появлениях Ковчега Только Размер Мамонтов Незаметно Уменьшался Всякий раз Так Продолжалось До одного Дня Около Сталет Назад Когда Ковчег Припыл Раньше Чем Обычно Он Был Пуст Уколы Были Смущены И озадачены Духи Предков Покинули Все Во что Они верили Что Составляла Основы Культуры И Спокон Веков Потерял Смысл Наиболее Истово Верующие Решили Что По Попсту Увеличилась Частота Появления Ковчега И надежда Есть Пока Ковчег Продолжает Появляться Ниоткуда Старейшие Из Юкулов Хвастались Что Видели Ковчег Несколько Раз Но С тех Пор Белый Корабль Всех Развращался Только Для того Чтобы Едить Разочарован Взгад Укол В пустую Оболочку Вера Превратилась В вере От действительности В легенду Окей Пока Профессор Самогучий Блин Пообежали А нет Тут Обычный Стол Ну Ладно Значит Самогонный Аппарат Не тут А Так Вон Он стоит Вон их Там целая Куча Со Змеевиками Ладно Шучу Так Ну Что Поехали Нам Дальше Сейчас Надо Как стенку Штурмовать Играют У нас Осталось А что У нас Осталось Ага Фигурка Бутылка Порошок Янгала Кола Так Янгала Кола Это у нас Хрень Которая Зрение Очень сильно Улучшает И бухло У нас Есть Интересно Видимо Следующей Локации Понадобится Наверное Не 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 Надеюсь Сейчас Не Окажется Что Я Где-то Пропустил Валик Ой В смысле Как Так Да Ой Блин Извини Извиняюсь Затупил Бывает Нету Да Вот Че вы можете Перейти Бывает Бывает Дерьмо Случается Давай Счастливо Начальник Станции Блин Местный Орнитолог Хоть бы велосипед Тут какие Поставили Чтоб ездить Туда Уж Очень Масштабно Все И Очень Далеко Орнитолог Логическая Станция Блин Окей Бегом Так Вопрос Как нам Попасть Как нам Пройти Через Эту 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 Так Сначала Надо Завести Поезд Ну Видимо Оскар Как-то Подсуетился Потому что Я не представляю Как боржой Можно было Подтянуть Поезд На Такую Идеальную На Такое Идеальное Расстояние Это Физически Блин Невозможно Так Выверенно Подогнать Его Если Только Какого-то Специального Стопора Не Было Сейчас Другой Сторон Тут Вообще Какое-то Радио Управление Ну Как-то Дверца Открывается Вот Что Мешало Эту Хрень Сделать Прицепленной К Поезду Наверху Просто Выдвигаешь Ее И Заводишь Заводишь Продолжение следует...